Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает воподом. Сегодня речь пойдет о маленьком шедевре гениального переводчика, замечательного детского поэта и поэта взрослого, потому что не все знают, что корпус серьезной такой взрослой лирики Михаила Яснова это невероятный совершенно шедевр, да, недавно собранный под одной обложкой. Итак, речь пойдет о книге Михаила Яснова, посвященной считалочкам. Вот это забавное название. Щечка, щечка, два мешочка. На самом деле, это строчка из одной из считалочек, жанр, который очень любим Ясновым и в котором он достиг настоящего мастерства. Почему? Потому что это один из первых поэтических жанров, наряду с загадками, прибаутками и пословицами, зарифмованными или ритмизированными, да, фольклорными, с которыми мы начинаем знакомиться, с этих жанров мы начинаем знакомиться с поэтическим искусством вообще. В возрасте дописьменном, в возрасте зачастую доречевом, то есть, когда еще невнятно речь еще не сформировалась, да, мы уже слышим постоянно песенки колыбельные, считалочки, загадки, бразнилки, поговорки от тех, кто с нами занимается. Если, конечно, с ребенком занимаются. И вот среди этих фольклорных жанров, да, частушек, прибауток, потешек, да, считалки занимают очень важное место, потому что это, ну, скажем так, неотъемлемый элемент любой коллективной детской игры. Во всяком случае, до 19 века железно, потому что никаких игровых кубиков, никаких вот этих вот настольных игр фактически не было. Крестьянские дети играли всегда с шумом, с беготней. Это могли быть городки, которые требуют, допустим, сложного оборудования, да, поля и так далее. А могли быть и простые прятки-догонялки, могло быть что угодно. Но всегда нужно было бы выбрать ваду, водящего, там, не знаю, сифу, там, по-разному. Соответственно, это нужно было делать считалкой, потому что по-другому просто не было. Тянули жребий, да, конечно. Но жребьевка, во-первых, дело, которое легко допускает мошенничество, раз. Во-вторых, довольно сложное и техническое. Никаких спичек не было у детей, крестьянские дети. Ну, откуда у них спички, карты, игральные кости, не знаю там что. Вот. Какая, конечно, жребьевка, это вот палочки разной длины и так далее. Палочки все разные, там, обламывать их можно по-разному, держать их можно в ладошке по-хитрому, да, значит, соответственно. Это считалочка идеальный жанр. И вот как раз, когда ребенок еще не начал участвовать в таких больших шумных играх с кучей ребятней, да, он уже обязательно использует этот жанр. И наши, я за свою дочку говорю, да, наши дети в 4-5 лет вполне себе пользуются и уже знают на золотом крыльце сидели. Вот. Есть шедевр фольклорного жанра. Есть те, кто пытаются их перепеть или придумать свои в том же жанре. Это очень-очень сложно, потому что фольклор пишется всем народом сразу. Такой творческий потенциал отсутствует у любого вообще. То есть надо быть гением, чтобы реально написать что-то. Это не стилизацию под фольклор, а что-то, что оторвется от корпуса литературных текстов, да, и заживет своей устной жизнью. Устный из уст в уста, значит, вот будет бытование у него будет именно устное. Не знаю, как это будет в будущем, в 22-м, в 23-м веке и так далее. Возможно, у нас и так съежился круг вот этих вот устно запоминаемых вещей невероятно, да. Возможно, язык обеднеет на эту составляющую, круг еще сузится, и там не останется такого широкого поля для деятельности. Уж тем более не будет такого широкого поля, как в предыдущее столетие, когда было много неграмотных. Но это не сегодня рассуждение такое, не на сегодня. А что же делает Яснов? Во-первых, все его считалочки, они бьют, что называется, не в бровь, а в глаз. Это великолепные совершенно стихи, которые запоминаются на раз-два-три, которые очень смешны. Ну, я не знаю, что смешного в строчках щечка-щечка-два мешочка, но это действительно очень смешно. Потому что это самый точный портрет хомяка, который, наверное, создан во всей мировой литературе, начиная вот Батрахоми и Амахии. Для тех, кто не сдвинулся на греках, как я, у кого крыш нормальный, Батрахоми и Амахия – это «Война мышей и лягушек», знаменитая пародия на гомеровские поэмы. Там только воюют не греки и персы, а мыши и лягушки. Так вот, оттуда, по-моему, с той поры никто хомяка не описывал точнее, в двух строках. Главная считалочка. Эта книжка, в ней считалка. Открывай, кому не жалко. Раз, два, три, четыре, пять. Кто открыл, тому читать. Вот этот счет до пяти, кстати говоря, это классика. Это не просто «вышел зайчик погулять, совершенно бессмертный». Это среднее количество детей, которые участвуют в игре. Именно нечетное, потому что четное количество нужно для двух команд. А нечетное – это когда собираются в кружок, три, пять, семь человек, и надо обязательно выбрать ведущего. Вот такое количество для выбора ведущего наиболее подходящее. Здесь есть самые разные виды читалочек. Вот читалочка с фамилиями. Мне она очень нравится. Кстати, отрисована художником – это великолепно. Вот здесь все иллюстрирует каждую, каждой считалочке, сюжет каждой считалочки понятен. Считалочка с башмачком, считалочка с грозой – это действительно разработка жанра. В музыке – это вариации. Когда берется мелодия и зачастую превращается в нечто невероятно более сложное и интересное по композиции, по строю, но при этом остающаяся в основе своей вот той самой мелодии, с которой все начиналось. И вот здесь такой же жанр вариаций. Есть очень короткие, есть сложные считалочки. Вот колыбельная считалочка. Очень нравится. И фактически это колыбельная песня, но это считалочка, потому что ритм и строфика у нее другая. Где ты, сон? Дома. Кто с тобой? Дрема. Рядом с ней угомон. Кто не спит, выйди вон. Есть считалка с хрюшкой, считалка с бурундуком. В зоопарке – прекрасная считалка, по-моему, шедевр просто. В жанре хоррора, конечно. Считалка с удавом называется. Дружелюбен взгляд удава. Полу влево, полу вправо. Он раздумывает, как обнимал бы он зевак. Мы знаем, зачем он обнимается из удав. И, в общем, это не самый, вероятно, привлекательный взгляд. Напоминает Ренату Муху, бессмертную. Это действительно шикарно написано. Жизнь жука, знаменитая, которую все знают, конечно. Не буду даже цитировать. Она здесь вся проиллюстрирована, чудесно. Вся разложена. Я придумываю считалку. Есть осенняя считалка. Это все название считалочек. Взрослая считалка. В общем, если вы хотите что-то узнать о жанрах детской поэзии, взгляните на эту книжку, полистайте ее. Вы увидите, во-первых, как мастерски можно разработать один жанр, сколько чудес может таиться в очень простом, казалось бы, очень утилитарном стихотворении. Потому что посчитаться раз, два, три, четыре, пять, кажется, можно любым таким легким ритмизированным текстом. И, во-вторых, как это может преобразить художник, потому что я считаю, что божественно совершенно сделанные иллюстрации, идеально подходят к текстам. Тоже эта книжка, издательство Речи, дает прекрасные представления. Итак, Михаил Яснов. Книжка со считалочками. Рисунки Галины Лавренко. Читайте, считайте, наслаждайтесь, изучайте цифры вместе с детьми. И, конечно же, играйте вместе с ними. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.